Здравствуйте! Вот есть такое слово учёное – «кварк». Слышали, наверное, да? Кварк – это единица, из которой состоят, в частности, нуклоны, протоны и нейтроны, которые вот в ядре есть. Вообще, частицы, все адроны сильного взаимодействия через кварков состоят. Когда-то это было идейкой, которая позволяла, скажем так, упростить систематизацию частиц, которых тогда называли элементарными. Были эксперименты. На больших энергиях, например, протоны вели себя, как будто внутри у протона есть маленькие частички. Их, так сказать, портонами называли. Вот эти маленькие частички, как раз те самые кварки есть. Ну, так или иначе, возникла такая модель. Модель взаимодействия между кварками. Модель асимпатической тюрьмы, так говорят. Потому что вот сила взаимодействия между кварками возрастает по мере их удаления друг от друга. То есть, поэтому в свободном состоянии кварки не существует. У кварков есть такое свойство. У них заряд кратен 1,3. Вот так вот. Ну, взаимодействие между ними осуществляется за счёт обмена глюонами. От слова клей. Вот. Квантовая хромодинамика на этот случай построена. Есть квантовая электродинамика. Там, где электрическое взаимодействие объясняется обменами фотонами виртуальными. А тут виртуальными глюонами. Ну, создателем или одним из создателей квантовой хромодинамики является Абду Салам. Великий, скажем так, пакистанский физик, кстати говоря. Вот. Кварков тучи тоже много. И они делятся на поколения. Там такие вот характеристики, которые придуманы. Вот поколения. Первое, второе, третье. Вот первое поколение. А это кварки относительно лёгкие. Совсем лёгкие кварки. Верхние и нижние. Вот для сравнения. Значит, масса электрона – это примерно полмева. Масса протона – это примерно гэф. А вот масса кварков верхнего – два с небольшим. Нижнего – значит, где-то около пяти мэф. Лёгенькие. Второе поколение. Там, значит, странные кварки и очарованные кварки. Это же потяжелее. Странные 95, очарованные за 1200 уходят. И третье поколение. Прелестные и истинные. Вот такие у них названия есть. Нужно сказать, что вот кроме этих делёжки на поколение, ещё есть цвет. Всё одно свойство придумали. Цвет. Три цвета. Голубой, красный, зелёный. Та же, как цвета, которые мы различаем. Как художники пишут. И обязательно набор кварков, в который входит частица, должен быть белым. То есть все три цвета там должны присутствовать. Это, собственно, можно сказать, такие правила для запоминания. Считайте это так. Причём эти правила запоминания чем-то напоминают правила алхимиков всяких. Заметили? 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 Я заметил. Так вот, значит, какой разговор идёт. Вот этот вот странный кварк. Странный кварк. Тот самый лёгкий. Теоретики придумали. А вот если, говорит, устроить такую частинцу, там, в которой там эти будут странные кварки намешаны, и они вот тут они лёгонькие, они там все в одном состоянии, ля-ля, тополя. Короче, очень она хороша будет. И при взаимодействии с другим атомным ядром, вот если атомное ядро состоит вот из таких вот кварков исключительно, такое вот странное ядро непонятных частиц, это теоретики придумывают, то, значит, шарахнет оно, и родятся ещё опять странные. И вот будет капелька такая вот странного вещества. Вот. И она будет всё вокруг себя, в неё с ней будет взаимодействовать, выделяться энергия. Ну, страшное дело. Ну, вы знаете, странное вещество-то искали, естественно. Ну, на ускорителях его не получили, его искали в жизни. Потому что если есть это странное вещество, то у нас сейчас космос летает, там в этих космических лучах чего только нет. Ну, вы будете смеяться, те, кто считают, что американцы никогда не были на Луне, но они там были. И более того, привезли много материала с Луны. И этот материал тщательно изучали, что там в нём за миллиарды лет попало туда, в структуру материала из космических лучей. Так вот, не нашли там странного вещества. Это значит, что вероятность того, что странное вещество, ну, они бы какой-то объём уже изучили, странное вещество во Вселенной существует, всё-таки меньше 10-19 степени. Поняли меня, да? Чтобы, ну, может, не долетело сюда. Вот такая вот вероятность сумасшедшая. Ну, если бы она себя вела так, как наши теоретики предсказывают, то, наверное, Вселенная была просто по-другому выглядела. Бы. Это ещё одно важное доказательство, что где-то оно там существует. Вот такая вот вероятность. Вот. Вы уже, наверное, поняли, что это мои, скажем так, ответы на те запросы, которыми зрители шлют. Это вот был запрос про странное вещество. Ещё один был запрос. Про графен. Вот про графен все говорят, все обещают необыкновенные конденсаторы, да, но на базе графена, потому что у неё поверхность будет развитая очень. Вот. И производства не существует. Нет его. Но, тем не менее, есть идеи, как, скажем, использовать графен для получения полевых транзисторов. Я вам сейчас скажу, что такое полевой транзистор. Это вот понять работу про транзистора, НПН или ПНП типа, достаточно сложно, тут надо их шурупить. А вот полевой транзистор очень просто. Вот у вас, значит, материал. Ну, скажем, это полупроводник какого-то типа. Вот тут, значит, сток и сток, грубо говоря. А тут прикладываете поле электрическое. Такое поле, которое выталкивает оттуда носители электричества, вот из этой области. Всё. Закрыли. Убавили. Полетели через неё. Всё. Вот таким образом. Вот полевой транзистор. Это называется полевой транзистор. Дело в том, что вот между тем электродом, управляющим, и самой вот этой областью, где вот надо обеднённые, создавать, так сказать, обеднённую носителями область, между ней есть диэлектрик. Ну, вот обычно окись. Либо кремния, СО2, либо германия, Германия, О2, значит, из чего это всё сделано. И вот это вот создаёт такую вот ситуацию, что такого рода полевые транзисторы, они очень нерадиационно стойкие. Они очень замечательно, очень хорошо работают, очень хорошо используются в гражданских применениях, но для военных дела использовать нельзя, потому что очень радиационно не стойкий. Попал заряд вот в этот самый диэлектрик, слой диэлектрики, и всё, и он заткнулся. И вот примерно так же предлагается устроить на графине. Графин – проводник, и вот вы, значит, тут прикладываете электрическое поле и обедняете этот слой носителями. Понимаете? Графин – это же на графит похоже, да? А в графите есть свободный электрон. Бац! И разогнали свободный электрон. Приложили туда отрицательный заряд, всех разогнали. Всё, вот так вот должен работать он. Теперь ещё вопрос был у меня про эффект Штарка. Вот объясните и всё тут. Эффект Штарка – это вот о чём. Это поведение атома, изменение его энергетических уровней в условиях, когда этот атом находится в электрическом поле. Дело в том, что вот, если вы записываете уравнение Шредингера для атома, там у вас есть, значит, в правой части, да, уравнение, есть потенциал атомного ядра, потенциал всех электронов, которые туда входят, вот потенциал поля, которое они создают, и внешнее поле ещё. И вот такого рода задача, она, в принципе говоря, решаема, и получается, что происходит изменение энергетических уровней атома, благодаря вот этому вот вынесению. То же самое, кстати, происходит, если мы приложим магнитное поле. Зееман такой открыл эффект, эффект Зеемана, а там речь идёт о расщеплении некоторых уровней энергетических, соответственно, спектральных линий расщеплений под действием магнитного поля. Меняются уровни, меняются, соответственно, вот энергии перехода между ними, вот там изменение спектральных линий. Вот такие вот дела. Теперь есть вопрос такой, вот кто-то наслушался таких людей, которые не знают жизни. Про магнитон, про магнетрон, магнетрон, сейчас скажу, что это такое. Дела были давние, существовал к тому времени уже электровакуумный триод, то есть катод, анод, а между ними сетка, третий электрод. И вот вы на сетку подаете управляющее напряжение и можете управлять потоком электронов, которые летят от катода к аноду. Можете его запереть, можете его усилить, вот вся ваша работа в этом заключается. Чтобы обойти патент на это вызданное, некий товарищ придумал такую вещь. Давайте я сделаю свой триод, где буду управлять не электрическим, а магнитным. Значит, анод и катод. Две трубки. Средняя трубка катод, наружная трубка анод. Вот с этой средней трубки летят себе электроны к аноду. Это диод. Диоды. Правильно? Вот подаете напряжение, значит, на катод минус, на анод плюс, будет идти ток. Подаете наоборот, значит, ток идти не будет. А тут вы подаете не ток, а напряжение подали, всё, должен ток идти, и подаете магнитное поле. А электрон вылетел с катода и начинает закручиваться. Вот эти вот создатели вот этой вот системы, не получился у них магнитный триод. магнитный триод электровакуумный не получился у них по техническим причинам. Плохой вакуум у них был. Вот. А зато у них получилось создать некую вот математическую модель вот движения электронов в такой схеме. И этой схемой продолжали заниматься люди добрые. Занимались они ей и пришли к выводу, что оказывается вот в такой системе возникают неустойчивости в электронном газе, который там крутится. Эти неустойчивости генерируют электромагнитные волны. И управляя этими неустойчивостями, ну как вы знаете, вот идёт поток жидкости, а в нём, значит, всякие бывают неустойчивости, вихри. И вот эти вот наборы этих вихрей, можно ими управлять на самом деле. Важно оттуда убрать, снять эту электромагнитную волну. Всё. Снимается электромагнитная волна. Если это СВЧ-печь, это отправляется, значит, вот туда, в камеру, где у вас там пища подвергается обработке СВЧ-поля. Если это у вас радиолокатор, то это вот по волноводу идёт к радару, который вы излучает, значит, в сторону обнаруживаемых объектов. Я потом скажу, когда это было. Так вот, значит, а тут вот автор пишет, когда электрон не летит от катода канода, а вращается по кругу, нагрев каши в печке происходит, а дальше потрясающая фраза, но потребления тока в сети 220 вольт нету! То есть, это опять этот эффект вырезали вообще вот из трудов, то есть, нам вот не дают на него молиться. То есть, это оказывается очередной вечный двигатель. Ну, на самом деле, это неправда. Если вы включите СВЧ-печь, посмотрите, работает ли счётчик. Он работает. То есть, всё нормально. Он потребляет энергию. Как он потребляет? Электроны, которые вот тут движутся, они излучают электромагнитные волны, которые потом вот попадают в эту вот камеру, где идёт обработка пищи. и они там, значит, поглощаются пищей. Они там поворачивают то в одну, то в другую сторону полярные молекулы воды, и это нагревает вот этот объект. Или по волноводу в радар облучать. Так вот, самое интересное следующее. Когда это всё было? И где? Значит, первые работоспособные магнетроны получили, значит, Чех-1 и два советских физика. И дело было это, они ещё были российские, конечно, старого разлива в 2026-28 году. И сейчас я перейду к следующему вопросу. Вот вопрос. Утверждение двоеточие кавычки открывается. Без Сталина царская Россия НЕ за главными буквами смогла бы обрести технический скачок. Кавычки закрывается. Верно это или нет? Как вы считаете? Ну вот, смотрите, вот эти вот физики, которые делали по тем временам вполне на мировом уровне открытия, они образование-то получали до советской власти, они так до советской власти работали, каким-то чудом вот они остались в России и не уехали, каким-то чудом они продолжали работать в лабораториях университетских, скорее всего, а при всём при этом значит, были уничтожены наши научные базы потому что она существовала на пожертвования и эти пожертвования огромные были, значит, на односледство были, они были конфискованы государством, то есть просто вообще разрушена была система научных институтов, которые существовали до советской власти, а деньги нужны были для мировой рюкзи, какая там нахрен наука, немцы всё сделают, сиди, блин, морда русская, русские, они все бездельники, так Ленин считал, ну вот если вы говорите про кто были русофобы, вот большевики были типичные русофобы, даже на бытовом уровне, русские это вообще шваль и погонь, всё, по их понятию, бездельники с ними нельзя связываться, вот, ну вот такие вот дела там были у нас сделаны, скачок, ну они его остановили, наука-то развивалась, они просто остановили, какой скачок там ещё, технологический, не могла бы быть технический скачок, я не знаю, что это такое обрести технический скачок, я вот это не понимаю, вот этой фразы, дело в том, что от своих разработок при большевиках мы перешли к покупке готовой технологии на Западе, это не наше было, понимаете, в чём дело? Если до советской власти у нас свои собственные самолёты строились, да, то при советской власти этот вопрос стал не сразу, так сказать, красные военлёты летали на импорте, которые вот там ещё захватывали, может быть, у белогвардейцев, то ещё успели поставить нам наши союзники, это вот досталось большевикам, это вот летали на всех этих Ньюпорах, да, и так, Ньюпорт, Ньюпор их так называли, на других машинах, всё, и продолжали, продолжали закупать за границей авиадвигатели, очень сложная была ситуация, то есть это вот заимствование прямого, свои собственные разработки, не, ну кто там, ну, наука работала, продолжала, открыли спонтанное деление атомного ядра, мы даже не обратили на это внимания, потому что, если бы это было, ну скажем, событие произошло где-то на Западе, то о нём бы никто не узнал, а у нас об этом писали в открытой печати, потому что у нас просто значения не придали, не придали, не оценили, а там сразу оценили, сразу все публикации по уранному проблеме прекратились, и ведущих европейских державах начали пытаться создать ядерное оружие, ну, то есть вести работу вот в этом направлении, это издалека, издалека такие работы. Ну, вот такие вот дела, звёзды мои, то есть Сталин тут вообще сам по себе ни при чём, ну, тут большевики прежнюю структуру разрушили, в том числе научную структуру, ну, нормально было, не самые главные державы были, и самое главное, что, так или иначе, у экономики был спрос на науку, было, во-первых, деньги, которые на науку шли, советская власть их просто отобрала, а во-вторых, ну, могла вестись индустриализация нормальным путём, там, что она всем была бы хороша, всем нужна, то есть, начинаться должна нормальная, капиталистическая индустриализация с производства товаров, которые можно вот потреблять, продать населению, а потом нужно станки, которые, чтобы производить этот товар, потом станки, чтобы производить станки, да, вот такое, а у нас слябы и блюмы, слябинги, блюминги, и чё? Ну, и чё, в войну паровозы Америка нам привозила, почти все, что во время войны были новые, введены в состав жены, американские были, рельсы, половину Америка привезла, автомобили грузовые, наверное, тоже порядка половины, вот, как было делано, ты понимаешь, какая штуковина-то, вот, так что большевики-то как раз технику и науку пригнули, вот, ну, а вы не большевики, вы живете в капиталистической стране, и вы привыкли, что надо жертвовать деньги на науку, потому что просто так государство на науку денег не даст, государство тоже есть свои интересы у нашего, да, мы все вышли из Советского Союза, и начальники тоже, они знают, что надо сначала подумать о себе, а потом о науке, а вот вы, это простой народ, вы должны думать вот о науке, скажем, об обне, о том, кто популяризирует вам эту науку, внизу есть такая длинная, длинная строчка цифр, номер моей сбербанковской карточки, 32, 43, он заканчивается, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви-кошелёк, все реквизиты сбербанковского счёта есть, есть Донотейшн Айлерс Бояршинов БС, вот туда присылайте мне денег, не стесняйтесь. Что ещё? Есть ссылка на текстовый файл, оттуда вы можете всё эти реквизиты скопировать на свой смартфончик. Жду ваших денег, желаю, чтобы они у вас не переводились, чтобы всё у вас было хорошо и замечательно. Ну, может и у меня поэтому будет хоть чуть-чуть получше, чем сейчас. Ну, или хоть так вот, как сейчас. Пока.